Сердце пускает корни, всё абсолютно. Следы остаются непарные в глубинах водных. Мигель Эрнандес Вечный рассвет наших покаяний возвещает об их неминуемом завершении. Каждое родилось для того, чтобы положить другому конец. Теперь оба ждут, но если твое спит, то мое бодрствует. Да пребудет чудо свидетелем этого обета. И потому я остаюсь здесь. Ради нашей долгожданной встречи. Страдая от тишины такого уединенного существования. Вот это начало, друзья. Вот это мрачность. А потом, когда на плечах трех могучих статуй возник город благословенного имени, Собаков послышался гулкий стук великого сердца. Он звучал, как похоронный звон незримого церковного колокола, Подвешенного выше других. Он зачаровал всех нас, Заставил воздеть очи в аскетичном призыве к молитве, Ибо чудо собралось разрешиться бременем. Вот это начало. Вот это я понимаю. Бласфемус 2 на ваших экранах, дорогие друзья. Новая часть шедевра. Мы с вами будем играть... А почему я на вы вдруг перешел? С тобой, друг, дорогой друг, С тобой мы будем сегодня играть в Бласфемус. Будем управлять нашим героем И делать все то, что, собственно говоря, нам можно будет здесь сделать. А что мы посмотрим далее? Нажмите нам под 6. Да, да, я изменил управление, Поэтому не удивляйся, что у меня все несколько иначе, Чем будет у тебя, если ты вдруг тоже захочешь попроходить эту игру. Чтобы выпить склянку желчи и восстановить жизненные силы. Чтобы наполнить склянки, переклоните колени у светилища. Понятно. Побежали. Ага, я понял. Здесь мы можем выбрать тип нашего персонажа. Мы можем посмотреть, Видимо, да, каждого из них. Такс. Ага. Неплохо, неплохо. Булава. Это первый персонаж. Второй. Ооо, двуручный меч. Прикольно. Точнее, не двуручный меч. Два, два меча, в общем, два меча в каждой руке. Это... А, так. Здесь есть фантом. На фантоме можно посмотреть, Насколько сильно убавляются хп. Понятно. А тоже неплохо смотрится. А чё, фантом? А, вот он появился. Я ждал его. Такс. Угу. Это вот... Большой меч. И булавака, с которой мы, в принципе, и начали обзор. Ну-кась. Опа-на! Ну, выбор здесь, по-моему, просто очевиден. Просто очевиден. Я беру булаву. Так, есть скольжение, есть... Огонь, мана! То есть у меня может гореть булава, и что? Она ещё больше, что ли, урона будет? Замеду, офигеть! Можно просто, братишка мой. Ты погляди-ка. Всё, мы берём булаву. Так. Ай! И склянки! Ё-моё, потратил. Управлению придётся... Приучиться вообще, честно говоря, лучше играть в игру с... Контроллером. Так. Ты избрал себе спутника в этом паломничестве. Когда вы встретитесь снова в присутствии его двух сестёр, известно лишь чудо. Понятно. Всё, мы выбираем булависта. Азурка булавист. Надеюсь, что это будет... Это будет правильно. Вот курсор здесь слетает. Это мне немножко не нравится. Я стараюсь его убирать. Он, естественно, эпизодически приползает назад. Так что уж извини, мой дорогой друг, за этот казус. На эти воздушности нельзя. Атмосферненько. Прикольненько. Что такое пока? Обучение. Всё понятно с этим. О, вниз-вниз. Понятно. Можно вниз переключаться. Можно скольжение делать. Это я уже понял. Бегать, видимо, в этой игре придётся очень много, как и в предыдущей части. Вот. Вот они, скляночки наши. Баночки. Здоровье. Преклоняя коленю святилища, вы восстанавливаете здоровье и наполняете склянки. Также это единственный способ сохранить свой прогресс. После смерти вы оживёте у последнего посещённого святилища. А весь прогресс с последнего посещения будет утерян. Преклоните колени, когда есть такая возможность. Да, эта игра очень... Религиозная. Наш персонаж очень религиозен. Поэтому мы будем молиться и преклонять колени перед каждым святилищем. За что будем получать? Что это? Что это такое? Босс! В самом начале! Ммм... Как это же непросто, оказывается! Ничего себе, босяра! Лютый, лютый. Ничего не скажешь. Долбим по нему, долбим. Так, нужна мана! Нужно, во-первых, нужно... Скляночку. Во-вторых... Да что в тебя! Зажигаем нашу булаву. Сейчас будет... Ты посмотри, я прыгаю, он... В ответочку. Отлично! Добить! Добить, гада! Нет-нет-нет, сейчас он меня добьет, наверное. Да... Мать твою, а! Так, главное уходить... Не давать ему наносить себе урон. За раз можно один удар, я так понимаю, делать. Я не советую рисковать делать больше. Вот, по одному... Потому что, вот видишь, жадность, она здесь губительна. Очень губительна. И нельзя восполнять здоровье в тот момент, когда он... Вот этот удар собирается наносить. Вот, просто бей по одному удару, не делай как я-нибудь жматом таким, который делает по два. Всё, спокойно, спокойно, абсолютно спокойно, без лишних нервов. Ес! Неужели? Неужели я справился? Господи, я даже сам от себя в шоке. Реквиум Аетерном. Я даже сам от себя в шоке. Пройти его тяжело. Не буду скрывать. Если у тебя нету... Джойстика, если нету контроллера, пройти будет очень-очень тяжело. Вы получили стигматы. Решили они сразу дать нам прикурить. Я не знаю, если вся игра такая сложная будет. Если вся игра будет такая сложная, то я просто не знаю, сколько нервов-то надо, чтобы её пройти. Это будет реально тяжко. Так, герой остановился. Какое-то божество. Исущее Писание. Пащийся, вернувшийся из усыпальницы и странствующий среди скорбящих, твоё пробуждение теперь записано на вечных страницах. И чего? А, анонсиада, имя моё, я взываю к тебе с небесных гор, с верховного престола, где зарождается всякая святость. Я стану тебе наставницей в пути и буду взывать к тебе с высочайшего из престолов. Пащийся, чудо должно породить новое дитя в Великом Сердце, снизошедшим с небес, что следит с высоты за древним городом благословенного имени. Ты должен предотвратить его появление на свет. Но на этом восходящем пути покаяния тебя ждёт архибратство. Этих кающихся грешников само чудо избрало своими стражами, и они ждут тебя. Чё-нибудь понял? Оруспина из обители Вышивальщиц. Офигеть, какая фантазия. Бенедикта из Братства Бесконечной Молитвы. Одон из Братства Соли. Лесмис из Братства Некленной Плоти. Под началом старейшего, искающихся, первой из них коим был. Эвитерна, Отец Кающихся. Ну, ладно, стало немножко понятнее. Кающийся. Чудо поместило три скорбия в создание трёх стражей. Лишь раскрыв их, добьёшься ты унижения из вояний, поддерживающих город. Так ты сможешь подняться в его верхнюю часть и, наконец, добраться до Великого Сердца. Найди стражей. Это у нас, что? Это у нас похоже на карту. Значит, переместиться. Дальше. Это кнопочка. Кей. Ближе. Ай. Центр. Это пробел. Примерно понятно. Ну, хорошо. Так, а чё я могу вот это вот, например, выбрать? Место? Нет, не могу. Лишь раскрыв скорби, охраняемые тремя стражами, ты сможешь подняться в верхнюю часть и устремиться к Великому Сердцу. В общем, побежали. Девушка очень странно говорит. На очень непонятном русском. Ущелье высоких камней. Так, подзалутались здоровицам. Так. Боже, как я бы меня это бесит, управление. А здесь? Ну, максимально неудобно сделано. Максимально неудобно. Не знаю, может мне надо как-то ещё поменять. Веридикты. Это самое могущественное оружие в вашем арсенале. Благодаря его большой длине, широте, размах и разрушительным выпадам увеличивается шанс оглушения противников. Кроме того, его удары приносят дополнительное рвение. И его можно усилить пламенем священного Фимиама. Бремя греха. В воздухе нажмите С и... Нам подчеркиваюсь. Удар. Парирование. Пятёрочка. А, четвёрку удерживать. Будем бить много и зажечь пламя просто на пятёрочку. То есть, сейчас. А, ну так, я приблизительно понимаю, о чём здесь речь. Ага, какие-то персы здесь. Крепкие и стойкие. Ну, действительно, огромный плюс булавы. Вот я тебе советую булаву брать. Не прогадаешь, братан. Булава... Это действительно... Это дистанция. Это дистанция. Дистанция тебе даёт преимущество по таймингу. Соответственно, ты можешь, вот видишь, вообще бить, не подпуская к себе никого. И это очень-очень выгодно. И это очень-очень выгодно. Потому что, боюсь, что с тем вот первым боссом справиться на двух мячах в каждой руке... Будет? Да что ж такое. Ты посмотри-ка. Здесь дистанция ключевую роль играет. Вообще просто. Ты посмотри-ка. Как он меня покоцал. Я думаю, где-то ещё будет... Алтарь, где мы сможем преклонить колени. Получить здоровье. Опаньки. Так, что здесь? Атакуя и казня врагов, вы заполняете шкалу рвения. Оно позволяет вам пользоваться разными могущественными молитвами. Вы можете выбрать их в меню снаряжения. Так, нажмите нампад 2, чтобы прочитать короткую молитву. Харалла, до времена нажмите S нампад 2, чтобы возвести могущественную молитву. Попробуем. Чего? А, я не выбрал, наверное. Давай заглянем. Итак. Ну и чего? Ничего не понятно. Так. Молитвы ещё раз. Использовать. Вот она, молитва. А, ну прикольно, такой суперудар. Назвали молитвой, здорово. Атмосфера в игре есть. Это интересно. Очень прикольно, что озвучка на испанском языке. Это всё какой-то прям религиозности ещё даёт игре. И какой-то вот образности своей. Вниз опуститься пока не могу. Пока не могу. Какой-то пупсик, ангелочек, 11-33. Продолжаем. Громить и убивать. Музыка тоже неплохая. Так, 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 так. Это кто? Это кто такой? Это что у нас? Это... Нет, это не босс. Ни в коем случае. Это просто какой-то очередной... Мощный враг. Так понимаю, что нас... Ммм... Как бы бросили... В гущу событий так сразу, для того, чтобы мы понимали, что нас будут ждать в игре, чтобы не было это всё так вот скучно. Крыша. Мне интересно, что здесь? Отскакивать нельзя? А как добраться сюда? Неясно. Непонятно. Молодец. Вот так. Вот это уже хорошие новости. Дополнили наше здоровье. Можно зайти в помещение. Ой, нечаянно вышел. Постеснялся сразу заходить. Кто такой? Добро пожаловать в мою скромную мастерскую, где царят древесные опилки, клей и лаки. Меня зовут Монтанис. Я мастер-резчик. Один из тех, кто твёрдой рукой и серебряным долотом терпеливо вырезает из дерева наших истинных святых, чтобы последователи могли созерцать и поклоняться им. В моих стеклянных глазах не осталось ни капли света. Но я знаю, что ты ищешь и что тебе нужно. Ведь каждый, живущий на этой земле, в каком-то смысле кающийся. Не правда ли? Чудо провозгласило. Раз уж я мастер-резчик, я должен вырезать деревянную фигуру благословеннейшей госпожи. И она станет моим последним творением. Кающийся умоляю. Помоги мне закончить моё последнее творение. Найди мне лучшие долотые резцы, самые чудесные красители и самые нежные лаки. И я смогу вырезать три фигурки, которые аккурат поместятся в алтарь, что ты носишь на спине. Вроде вот этой. Вот. Держи. Прошу тебя принять это в знак моей вечной благодарности. Вы получили предатель. Это лишь первое из тех, что я для тебя вырежу. А теперь я размещу её на алтарной доске у тебя за спиной, чтобы ты ощутил не только её благодать, но и бремя. Руки чуду направят меня в работе согласно воспоминаниям, которые ты приносишь. Да помогут они тебе так же, как помогают мне, кающийся. Алтарь милостей. Усетите мастерскую скульптора, если хотите выбрать фигурки для своего алтаря милостей. Каждая фигурка даёт кающемуся мощные усиления. Оказавшись на алтарной доске рядом с другими фигурками, может повести себя самым неожиданным образом. Вы можете увеличить количество ячеек в своём алтаре милостей взамен на стигматы. Увеличивать будем вместимые? Да зачем? Пока не надо. Открыть алтарь милостей. Так, чё-то всё пусто. И выбрать как будто ничего нельзя. И пресетов тоже никаких нет. Воспоминания я не могу передать. Да направят тебя руки чудо-кающийся. Что ж, я тоже был рад поговорить с тобой. Мастер. А что у нас здесь? Ммм, ещё одно какое-то помещение. Зайдём. Ммм, красная ковровая дорожка. О чём-то она возвещает. Опа! Кто это такой? Мистический какой? Чел огромный. За этой тяжёлой завесой, что отделяет грех от исповеди и преступления от наказания, не скрывается никого, кроме теней. Здесь, в моей тьме, нет ничего, кроме слёз для меня и прощения для тех, кто его ищет. И где теперь страждущие? Где кающиеся? В ноле началась долгая мука этого таинства. Раз уж покаяние, молчание и боли, терзающие твою плоть, привело тебя в мою тёмную исповедальню, позволь облегчить бремя вины, лежащее на твоих плечах. Ты хочешь избавиться от вины? Хочу я избавиться от вины. Ну давайте избавимся, может, я чувствую себя виноватым за то, что так долго позился с первым боссом. Да будет так. Таинство совершено. Твоя вина больше не мучает тебя, но останется моим вечным бременем, ибо таково моё предназначение. А теперь ступай с миром. Ой, ой, так... Легко стало вдруг. Хорошо всё, от вины я избавился. Вообще такая игра по диалогам, как для провинившихся школьников, которые, ну знаешь... Так, мы ещё можем, кстати, камерой немножко управлять. Это делается стрелочками на клавиатуре. Я эту настройку не менял. И спуститься можно. Что-то произошло. Крик. То есть там кто-то внизу есть. И скорее всего нам сигнализирует о том, что мы вряд ли справимся с ним. Может, карту открыть? Как думаешь? Нет. Что-то как-то карта ни о чём нам ценам вроде бы не сообщает, как будто. Хотя... Не, давай вообще... Стой, смотри. Ты видишь, там вот наверху лестница? Как на эти лестницы взбираться? Не ясно ещё пока. Наверное, как-то со временем можно будет. Не, а давай попробуем пройти вот в это место. Ну, убьют и убьют, господи. Подумаешь. Так, ещё раз всё вспомню, как тут драться, как всё. Нажмите М, чтобы открыть карту. Не забывайте ставить метки, если найдёте что-нибудь интересное. Угу. Ну, пока ничего интересного. Пока всё очень-очень по-простому, по-обычному. Спуститься вниз я могу, не могу. Полетели. Вот так дела, глубокое сожаление. Так вот игра как будто для школьника проявившегося, который был наказан, а теперь вынужден искупать свою вину. Какая-то древнегреческая философия. Ну, я имею в виду атрибутика философская такая вот, древнегреческая. Эх, нам бы до вот этого кубка добраться. Есть вариант, как это сделать. С разбега, может, бахнуть прямо туда. А давай попробуем. Не получилось. Ни черта себе. Вот это муки ада. Вот это ничего себе. Сизифов труд. Что символизирует этот летающий алтарь? Ой, алтарь, господи, я уже заговариваюсь. Кувшин. Что символизирует этот летающий кувшинчик? Как думаешь? Потому что очень страшно это не выглядит. Я бы даже возможно, увидя это в действительности, может быть, посмеялся бы отдушин. Но фанатам Гарри Поттера это понравится. А в каждом, на самом деле, живет фанат Гарри Поттера. Безусловно. Мощные, мощные челики. Нет, я хотел его пробить. Вот. Я хотел его пробить. Ну, пока такое. Вот по-хорошему начинать бы с этого уровня. Вот я имею в виду самое начало игры. Потому что, когда мы начали с тобой с... Босса! Ну, это прям как фильтр такой. Дресс-контроль. Скилл-контроль. То есть, если ты не можешь пройти пиру босса, то тебе здесь в этой игре не место вроде как они хотят сказать. Там мне он бросает... О, паньки! О, паньки! Какой-то меткий снайперок наверху бросает в меня камушки. Так, забраться наверх не могу. Зато могу... Нет, спуститься тоже не могу. Мне просто померещилось. Посмотрим, что ниже. Мы как бы спускаемся все ниже в... Ох, это я зря. Это я зря. Прям предельно зря. Надо бы подлечиться. Вот так. У нас же еще молитва есть. Вообще, резончики есть и использовать. Вот. У нее есть определенная дистанция. Естественно, она не действует на любое расстояние. поэтому поэтому тоже нужно быть осторожным. Пойдем вперед. Для начала как бы спуститься мы еще успеем. Вот, пожалуйста. Давай-ка подлечим. А, вот у нас автоматически вылечили. Удар по колоколу. Дверь открыта. Моноскрипт. Ангелочек, пупсик. Головоломка. Дойдет звук сюда? Не доходит. Так. И что с этим делать? Огонь может нужен? Нет. Огонь не помог. Вообще ни разу. Ладно, возвратимся. Если колени преклоню. Мана восполняется? Нет. Значит, видимо, надо спускаться ниже. Спустимся, ладно. опа-на. Ага, вот он был мертв. Ничего себе, сейчас меня уработает. Нифига. Ну что, вы работали все-таки. Где я появлюсь? Я появился, естественно, на последнем чекпоете. Хорошо. Что, если я туда к нему не пойду? Если я, допустим, пойду сюда, я не знаю, что-то найду, может, какое-то оружие? Или что-то еще найду какие-то? А ничего я не найду здесь. Ничего я не найду. Потому что здесь заблокировано все абсолютно. А здесь что у нас? Вот это мракобесие. Бай-бай, дитя. Поспи. Нет ответа. Что она дает? Ничего не дает. Ну что, выходит, выбора нету. Надо справляться как-то с этим грешным грешником. Вот это мне тоже не поможет. Пышки не помогают ни разу. Просто ни разу. Вообще просто никак. Два удара и я готов. Знаешь что? Знаешь что? Мы попробуем по-другому. Да что ж ты будешь делать-то? Что ж ты будешь делать? Смотри-ка! Неужели, неужели я понял как надо с ним? Ты погляди, погляди, надо... Нет-нет, все, все, это я вырежу из монтажа. Этого не будет. Ты сейчас увидишь, как я буду побеждать. Так, сейчас. так, ну что, первый раз сейчас попробую спуститься вниз и посмотрю, что там будет. А, ой, как интересно, как необычно, прям, это все прям в новиночку так. Так это все в новиночку. Так это все в новиночку. Неужели? Неужели? Скажи, что я победил! Да ты че? Да ты че? Боже, неужели я его одолел? Неужели это случилось? Когда вы нападаете на врагов и казните их, вы получаете стигматы. С их помощью можно улучшить некоторые способности кающегося. Заработать стигматы можно в сражениях или при исследовании карты. Стигмат получил. Пойдем вперед, я надеюсь, что это был... Кто ты такой? Что ты от меня хочешь? Кто ты, скрывающий свое лицо и имя? Да это я, Азуру. Нет. Твое имя не имеет значения. Если многие привели тебя, как это не имеет, обязательно подпишись на меня, если тебе понравилось это прохождение и поставь лайк. Мое же имя Ерма. Но сейчас неподходящие моменты, ибо шаги, призванные моим обещаниям, быстры, а воля, направляющая их, непреклонна. Эта ненависть слепит мой разум и заболакивает его тенью. Мне нужно немедленно уйти. Окей. Я получил стальное боевое копье. Теперь у вас есть доступ к разделу снаряжения с оружейными воспоминаниями. Используйте стигматы, чтобы обучиться продвинутым боевым приемам. Найдите кающихся воинов, чтобы открыть еще более мощные приемы. Давай посмотрим. У нас есть своя легенда, предание. У нас есть вот это копье. Мы его взять можем? Мы его как-то можем? Нет, просто квест предмет и, по-моему, сделать с ним как-будто ничего особо-то и нельзя. Какая-то прокачка пошла. Я могу еще взять удар. А это что за ударчик? то есть я могу эту линию еще развивать. У меня больше ничего нет, поэтому посмотрим. То есть персонажа можно прокачивать. Это радует. Как не люблю такие штуки. Как я их не люблю. Графинчик надо разбить. разбивается, да? Вообще никак. А здесь что? Как это понять? Эмм. ничего теперь. А так извиняюсь извиняюсь оказывается можно было повзаимодействовать плющ вознесения по некоторым поверхностям можно карабкаться удирать такую-то клавишу чтобы зацепиться за такую поверхность и не соскользнуть. Вот как можно было добираться до некоторых вот эти вот места на крышах можно добраться при помощи вот этой способности. Вставьте бусины в ячейки в меню снаряжения чтобы улучшить характеристики кающихся. Найдите дополнительные узлы чтобы увеличить число бусин и в розарии. ну интереснее и интереснее становится не игра конечно бездонная просто то есть тут столько всего придумали столько всего понавыдумывали кстати фантазия конечно ну просто я уже не первый раз поражаюсь фантазией людей здесь мы были здесь мы были это бактрекинг мы возвращаемся к счастью к счастью в этом году я полностью прошел лимбо если ты не видел посмотри обязательно это было одно из моих первых прохождений и оно и оно дало огромный скилл по вот с этими пока так и не ясно что делать смотри что у меня появилось оказывается вот так можно такой эдакий суперудар наносить допрыгнуть я все никак не могу ножки коротковато ничего страшного ничего страшного вернемся наверное что-то будет там все-таки давай посмотрим ничему я не научился ничему я не научился ничему не научился я но коробкаться научился коробкаться коробкаться я научился так стоп 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 почему ты сползаешь не понимаю а вот я не ту клавишу нажимал эта игра принесет тебе кайф только в том случае если ты будешь играть с геймпада я повторяюсь я это знаю но это важная информация если ты смотришь мой обзор если ты собираешься играть в это лучше обзавестись с геймпадом вот у меня его нет и у меня здесь муки хождение по мукам что дает этот суперудар а где да ты че опять 25 а я извиняюсь я возродился я теперь вообще я прошел того типа скажите что я его прошел да господи боже мой мне хватило ума сохраниться пока я здесь болтаю понимаешь когда я болтаю с тобой я обо многом не думаю или вообще бывает ни о чем не думаю я просто разговариваю как с другом не вот эта способность это конечно фигня полная она тормозит удар тебя бьют в этот момент короче эти камни еще кидают типы вот эти мой гангам твой дам-дам залезем это вам за то что вы меня в прошлый раз покорежили заставили нервничать вот что интересно теперь на карте у нас открываются естественно новые перспективы мы теперь можем забираться туда где нас раньше не было вот как например сейчас я не помню мы здесь были вообще карту давай глянем ну выходит были на карте мы есть наверх может кидать нет ну ты посмотри а когда они появятся ты видишь что нам надо забрать кувшин сделать это надо предельно быстро взаимодействуем мы получили слезы искупления прекрасно не попал нет не сюда нам обратно надо карта конечно интересная нужно быть внимательным для того чтобы все увидеть все понять не пропустить ни закоулочка ни тропиночки иначе может быть такое какое-то неприятное знаешь когда ты идешь вроде бы а непонятно куда идешь и не приходишь никуда а время ты идет мы здесь еще не были направо или вниз направо или вниз направо в город вернулись о мы благословен ибо я вижу кающегося позвольте нам представиться вашему преподобию нас зовут медарда и эскаластика мы бродячие торговцы и переписчики никогда не знаешь где найдешь что-нибудь ценное что может быть бесчетного и несправедливого в том чтобы странствовать по дорогам в поисках двойной выгоды барыши от продажи и выдушевления от молитвы пока медарда кается в своем созерцании я занимаюсь деловыми вопросами а заодно не жалею чернил чтобы описать красоту тех краев куда заводит нас дорога взгляни-ка на наш товар предметы потерянные в странствиях имеют большую притягательную силу потому что сохраняют память о самом о самом деянии взгляни на наши товары галер живого терновника здесь доступно создает электрический разряд наносящий урон молнии и хормейстер повышает шанс критического попадания при использовании молитв я бы как бы хормейстера бы купил бы или все-таки молнию молния это как было у нашего противника предыдущего не давай молитва молитва вроде прикольная я не знаю да увидимся увидимся я не знаю правильно ли я поступил сам понимаешь наперед инать нельзя но вот как бы так колокол давай в колокол бахнем что это нам дает мы продолжаем о свою территорию решетки и руины ух ну антураж конечно в игре живописненько интересненько сейчас разберемся с этим а потом к желтому пойдем но к управлению рано или поздно конечно привыкаешь а сюда забраться нельзя ну будет да будет наверное такая способность позволяющая уклонили очередное раскаление так понимаю ману восстановлена почему-то ее не до конца видно я не знаю кстати что это интересно за какие-то ветки так еще раз подымается ясно это не к мане относится вот так проскочили были там свои глючки ну это как бы и не страшно оказалось я разбиваю все потому что я крушитель волоист ах ты все я сейчас все правильно сделал вот стоим поднимаемся не знаю не знаю возможно надо было попасть вот туда восполню хп а здесь не там интересно что это было не хочу возвращаться не хочу вот это все спустите меня вниз что здесь я могу разбивать его кинжалы это очень упрощает жизнь кинжал кинжал как взять а взять никак нельзя а жаль в принципе зачем он зажигаем все он достал вот управляемся немножко камеры непонятно куда там идти ах ты вот эти товарищи они прям бьют больно хп отнимается много остальные все как-то с ними справиться можно кто-то медленный кто-то свои слабости имеет но эти товарищи били конечно жестко я не понимаю зачем вот эта крутелка здесь когда подождь подождите 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 подожди все вот когда я начинал умничать и оно еще и опускается не давай воспользуемся и побежали не невозможно нереально Где здесь спуститься можно? Да не-не-не-не-не-не Без вариантов Impossible Просто невозможно Нокауты вот эти мне нравятся Сейчас он меня добьет, нет? Не добил Да, скажу тебе, по ХП у меня все прям очень плохо Если... А, вот так Вот это другой разговор Потому что если бы меня сейчас не восполнило Я думаю, на этом бы я и приплыл бы Так, здесь можно пойти куда-то вниз Верно, я понимаю? Нет, неверно Разбить это можно? Нет Есть лестница, есть стена Стену порушить можно Прекрасно Что ж, друг На этой интересной ноте Я с тобой на сегодня прощаюсь С тобой был Азура Мы с тобой, мне кажется, очень классно провели время Игра действительно шедевр Я тебе не вру Реально, ну ты видишь все сам Здесь действительно интересно Здесь действительно все необычно И это очень прикольно То есть Карта, судя по всему, просто огромная Возможности и способности персонажа Ну, просто, просто завидная То есть развиваться можно И Можно это делать Ну, в общем-то, еще Очень-очень много И интересно Главарь Ну, давай мы с тобой досмотрим, как я сейчас Буду справляться с ним Вот Главаря, если ты будешь проходить Как сэкономить себе нервы Во-первых, не Не спешить Это первое Не наноси слишком много ударов Боссы здесь такие вот Они Любят, когда по ним одним ударом работают И уходят Ну, максимум вот два И то есть великий риск уже На двух ударах можно уже зашиться Вот, видишь, я чуть не попал Потихонечку здесь еще надо без нервов Вот Если бы я это сразу знал Мои нервы были бы очень здорово сэкономлены Так, ну еще раз С тобой была Азура Со мной был ты Спасибо, что мы так клево так провели время Пожалуйста, ставь лайки Для меня это очень важно Пиши комментарии Я хочу очень с кем-нибудь познакомиться Пообщаться Если ты будешь моим новым подписчиком Я буду очень рад тебе Я обязательно прислушаюсь ко всем твоим мнениям Отвечу на любые вопросы Пиши Давай будем общаться и дружить Спасибо тебе И всего самого-самого наилучшего Пока